Что показало, вот в чем значение арабской весны, так называемой. У нее много аспектов, но в арабской весне впервые американцы пробили очень важную стену, над которой они бились 30 лет. 30 лет американские социо-психологи, психоисторики думали, как пробить общество с нехристианской, не западной культурой. Но не работают модели западные на ислам. Значит, чего добились арабской весной эти ребята? Они теперь работают, они нашли способ бить не по социальной психологии, а сразу перепрыгивать социо-культурный и социо-психологический барьер и выходить на уровень психобиологии. То есть это удар по психике, это удар по психосфере, минуя вот эту культурную составляющую. Это прыжок в психобиологию. И это было отработано с помощью, ведь вспомните, как развивались события в Тунисе или в Египте. Это классический флэш-моб, смарт-моб. И это все очень-очень управляемо. И в этом плане очень интересна дискуссия, которая была между Киссингером и Обамой. Киссингер сказал, что Обама не прав. Нужно было сначала подготовить новое поколение лидеров, а потом валить Мубарака и Бен-Али. А Обама-то был прав. Дело в том, что для того движения, которое они сейчас затеяли, не нужны лидеры. Это безлидерское движение. Флэш-моб не предполагает этого. А для организации, так сказать, хаоса и исламистов хватит.